Самарский баскетболь Итоги прошедшего года подвели на ежегодном собрании Баскетбольной федерации. По информации Министерства спорта, баскетболом в области сейчас регулярно занимаются 35 тысяч человек, что на 14% больше, чем в прошлом году. Этому способствует и появление новых уличных площадок, и большое количество профессиональных и любительских турниров, которые регулярно проводятся в регионе. В одном из таких, Самара Оупен, в этом году приняли участие рекордные 274 команды. Задача федерации больше сводится к решению вопросов, связанных как раз с массовым баскетболом, практику проведения турниров, переноса среди детей, ветеранов, турниры, которые завоевали сегодня уже и авторитеты, любовь среди баскетбольной жизни России. В областной федерации баскетбола уже утвердили программу развития на 5 лет вперед. Приоритеты прежние – развитие массового и детско-юношеского баскетбола, а также работа по повышению квалификации тренеров и арбитров. Волейбольная «Нова» игру с питерским «Зенитом» начала уверенно. Первые голы были в ее пользу, но затем гости инициативу перехватили 7-7. И матч пошел по сценарию гостей – 12-17 в их пользу. Однако и «Нова» показала характер, сократив отставание до одного мяча – 20-21. А вот довести дело до победы в первой партии лучше получилось у «Зенита» – 25-21. Это начало чемпионата и тяжело идти с поражениями, потому что на моей памяти тоже так были, это серии поражения. Это очень тяжело. Главное, любой вдох, любая победа, какой бы она ни была, легкая, сложная, но сильная сперва, она очень важна. Вторая партия у хозяев площадки не сложилась. В атаке и на сетке «Зенит» выглядел увереннее. Концовка вообще превратилась в формальность 25-16. Восстановление команды, новой команды практически, да, это непростой момент. Вот сегодня еще и плюс, к тому же домашняя площадка показала, что да, они могут играть, могут на высоком уровне играть, но для этого нам нужен был толчок. Толчок сегодня произошел, да, практически, скажем так, с крючка сорвались. В третьей партии нова сотворила чудо. Она выиграла впервые в этом первенстве страны. Козырем стали безупречные подачи. «Зенит» попытался вернуться в игру. Даже счет сравнял – 13-13. Однако волжане своего добились, победив в партии 25-19. Очень классическая ситуация на спорте, именно на волейбол. Когда есть 2-0, легко выиграли вторую партию. Хватит немножко, думаю, что вот экономим. Потом сейчас идет и бум. Шоперник, два эйса, пару защит, забыли доигровки, принимают уверенность. Вот совсем другая ситуация. Вот это очень хороший урок. Вот сегодня все играли. Все решал четвертый сет, который пощекотал нервы болельщикам и спортсменам. Вперед выходила то одна, то другая команда. Но гости выиграли на классе. 25-23 в партии и 3-1 в матче. «Нова» по-прежнему занимает последнее 14-е место в Суперлиге. Питерский «Зенит» – шестой. На вершине турнирной таблицы первенства страны – Новосибирский «Локомотив». Это были Самарские новости спорта. Я Сергей Кизоркин. До встречи в эфире и на спортплощадках города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова